Здравствуйте, туристы и милитаристы! Миру мир, нет войне. Все-таки, вы знаете, очень мне нравится такая ситуация, когда благодаря замечательному финскому магазину «Ламни», который Worldwide шлет, наверное, самый широкий ассортимент, хорошо, можно поспорить в целом за количество как бы единиц, за номенклатуру, но то, что «Ламни» содержит в себе самое огромное количество самых разнообразных скандинавов, с этим никто не поспорит. Вот, в чем-то мы в этом смысле похожи с ней, я имею в виду канал Архадыр. Так вот, благодаря «Ламни» есть возможность мацать, трогать, восхищаться и даже уже поставить в очередь на приобретение новинки таких компаний, как «Бенчмейт». И вот ловлю себя на мысли, ребята, о том, что здорово, когда есть такие непотопляемые какие-то нравственные ориентиры на живые в пространстве. Почему? Потому что восхищаешься тем, как вот или ругаешь итальянцев за то, что застой откровенный, или вот, наконец-то, светлая какая-то вспышка, вот эта вот... Херня, что эту вспышку придумали еще в 80-х. Ну ладно, светлая же, светлая, правильно? Когда ты понимаешь, что Китай, он не только по всему миру, по всем вообще индустриям, вот просто уже душит всю остальную мировую индустрию, экономику, просто наступает, вот. И ножевые китайские бренды там, я не знаю, ну блин, сейчас, погодите, вот у меня же под рукой это все дело, ну вот, будет скоро обзор, ну вот-вот-вот-вот это вот все, вот это вот все, да? Это все присутствует, и на той же самой Ламни присутствует, вот. Ну, и ты понимаешь, что вот так все обстоит. При этом есть где-то, да, Cold Steel, я уже сказал, Cold Steel, очень непонятно все, что с ними происходит после покупки GSM Outdoors, потому что видно, что просто эта компания use it, Cold Steelовский бренд, ну, собственно говоря, их клеймо, и что там дальше будет, посмотрим. С другой, с другой точки зрения, СОГУ, продажа тому же самому GSM Outdoors пошла явно на пользу, но где-то есть спай, причем я сейчас не говорю, ребята, о каких-то компаниях, которые именно там базируются на 1095 и фигачат всякую разную такую джангл, сурвивалищину, типа там Топсов, Кабаров и так далее, нет, говорим сейчас о именно каких-то вот таких вот китах, потому что Грег Метфорд, он скорее акула, чем кит, он мощный, он классный, он здоровский, но это именно не те все равно объемы. Бенчмейт, это именно что кит, что-то такое незыблемое, и они стабильно не перестают удивлять, они обыгрывают классические формы в основном, редко когда там метаются в какой-то вот кубизм, в какую-то абстракшину, и получается всегда идеально. Вот как говорится, видишь суслика, а он есть, малюсенькая, малюсенькая, прекрасная клипса, клипса просто, просто потрясающая, почему? По сути это зацеп за карман, чтобы нож просто не вывалился, чтобы он был под рукой. От Blackwosh'ина совершенно как бы незаметная, никаких этих самых, причем вот глубокая посадка, вы даже не знаете, что там, мало того, что нож, нож-то еще, сука, яркий, посмотрите какой ярко-оранжевый клинок, и бэкспейсер у нас оранжевый, то есть все очень-очень вот, вот именно так. Дальше, продолжаем про клипсу, клипса у нас двухпозиционная, под правую, под левую руку, вообще в этом смысле я очень часто загоняюсь на тему там праворукости, леворукости, и прочее, и прочее, но даже те же самые спаи, ставя клипсу в четыре позиции, две под правую, две под левую руку, все равно, какие они там замки используют, конек бенчмейда, как правило, это именно аксис, то есть это полностью симметричный под правую, под левую руку замок, клипса под правую, под левую руку, клинок с тем же самым отверстием для того, чтобы раскрывать, или этот нож гораздо проще раскрывать, именно отжимая замок аксиса и выбрасывая клинок просто из рукояти, потому что само по себе отверстие, но явно не под мою колбасню, тем более в перчатках, хотя нож заявлен, как охотничий, то есть здесь вот, ну, да, цепляется, все здорово, но при этом, по мне так, если именно, ну, просто, ребят, на камеру, на самом деле так, это достаточно быстро происходит, даже не надо приноравливаться, просто здесь мне в этой плоскости не совсем удобно, а так просто встряхнул кистью, и у тебя все раскрылось, то есть еще до того, как произошли первые какие-то вот эти вот мои реплики в защиту прав-лево-руких, у бенча все было готово, чтобы, пожалуйста, под правую руку проблем нет, под левую руку, как говорится, без вопросов. Tagged out, Benchmade, переводится как меченый, я думаю, что здесь скорее это именно относится к ярко-оранжевому клинку, то есть нож, который ты где-то, если там в раскрытом состоянии выронил, ты его вряд ли уже потеряешь, потому что прям такой конкретный, конкретный маячок. Плюс, как вы знаете, ярко-оранжевый серокод используют бенчи именно на охотничьей линейке, ну вот, именно так, чтобы это все издалека было видно, чтобы все издалека сигнализировало. Номер модели, ох ты ж, ё-моё, 15535 OR01, дизайн Benchmade, длина 207 мм, длина клинка 88,4 мм, ширина клинка 28,2 мм, толщина клинка 2,3, то есть, это не просто резачок, это скальпель, потому что здесь спуски идут от обуха, и 2,3 всего толщина клинка, это именно что вот, любую там вот, по сути, что такое, скажем, ну, такой классический, если охотничью мы имеем в виду именно линейку, как вот охотничью линейку, да, классический набор, понятно, огнестрел, что-то там для того, чтобы, неважно, те же самые, ту же самую тушу какую-то крупную разобрать, разрубить и прочее, и прочее, и вот для какого-то культурного реза-надреза, неважно, что это будет, там, вспороть одежду на раненом товарище, которого случайно, который принял на себя практически всю твою дробь, вот, какой-то надрез именно на шкуре животного и прочее, то есть здесь Штаты, которые я так часто обвиняю в том, что они привели в Европу вот эту вот бациллу американизма, 5-миллиметровых обухов, здесь все в порядке, если вот можно вот поискать, то найдешь вот такие вот экземплярчики, 2,3, аплодирую стоя. Вес 69 грамм, всего, ребят, понимаете, ну, меньше 70 грамм клинок с длиной клинка в 3,5 дюйма, ну, вот прям супер. CPM Magnacat на 60-62 единицы по шкале Rockwell'а, карбоновая рукоять, Axis Lock, причем, опять же, здесь только вот врезан сам замок в рукояти, дальше идут карбоновые просто вот плашки, то есть здесь нет лайнеров, здесь все очень-очень легко. Если кто-то скажет, что, ну, это же запас прочности маленький и так далее, ну, здесь как бы дело-то не в запасе прочности, здесь больше дело в том, что меньше 70 грамм. Так, шайбы, и на Лавни этот нож стоит 375 евро, ну, а что вы хотели? На самом деле, сейчас, учитывая, что китайцы подросли в цене, европейцы стабильно высокие в цене, 350-400 евро за американца, с учетом того, что нужно же его еще из Штатов привезти, растаможить и так далее, и так далее, это вполне себе адекватная цена, потому что, опять же, если мы берем стоимость американских ножей в Штатах, они, безусловно, пониже. Но добавляйте все вот эти вот моменты, и чему тут удивляться, как говорится. Молоточный хват есть, причем есть прямо построгать, устроить построгушечки на магнокат на 62 единицы. Диагональный хват, а куда же ему деться? Опять же, видите, насечка. Насечка здесь сделана в районе именно вот бегунка таким образом, что ты ее практически не чувствуешь, но если она тебе нужна, чуть-чуть притопил палец, все, и он на насечке встает намертво. Идеальное решение. Насечка на клинке, цепкая, просто как вот вцепилась просто в палец, при этом, повторюсь, без нажатия она не цепляет кожу, не напрягает, не... Блин, бенчи молодцы, молодцы, классно, действительно вот классно. Я понимаю, что и мои похвалы до одного места, они, как говорится, сами в жизни состоялись уже, ну, просто офигенно. Всякие разные резательные, подрезательные, там, аккуратные, хваты-перехваты. Понимаете, здесь самое главное достоинство этого ножа, если мы говорим о каких-то аккуратных телодвижениях, это именно его вес. Наверное, дирижерская палочка весит больше, чем... Представьте, выходит симфонический оркестр, выходит во фраке такой дирижер, весь такой, все его приветствуют, и вообще очень тяжело представить себе более выюбистых персонажей, чем дирижеры, даже если в жизни они, может быть, милые ребята, но почему? Потому что когда вот он выходит, и я вот тут совсем недавно, опять же, обратил внимание, что ничего не поменялось, не поменялось, дирижеры как были такие, так все и будут. Почему? Потому что, когда я ходил на концерт украинского оркестра Lords of Sounds, который исполнял произведения... Господи, ну нет, так невозможно. Это не просто... Гладиатор, Интерсцеллар, куча разных других. Ну... У меня почему-то... Я прощайный Зиммер-то вспоминаю. Ну давай, ну ладно, неважно. Короче говоря, вы сейчас надо мной смеетесь, потому что... Ну я же знаю имя вот этого, действительно, Деменция что ли, блин, приходит. Потому что я знаю имя этого композитора, причем он... Как сказать... Блин... Ханс Зиммер. Вот. Это действительно любимый мой кинокомпозитор. Причем я сейчас... Ну вот, неважно. Вот. И приходит, вот он выходит, да, что во время появления, что после каждой композиции, что тем более, когда срывает овации, вот, срывает овации оркестр, а дирижер, когда поворачивается, он же понимает, что это ему он. Просто в этом звуке оваций, я уверен, что для него это некое такое вот омовение торжественным восхищением и благолепием. Почему? Потому что он именно поворачивает задницы к оркестру, он видит вот это вот переполненное, ни одного, полный солд-аут, ни одного свободного места. И все люди искренне аплодируют ему. Просто вот это вот все взрывается, зал после последнего аккорда. И потом он поворачивается к оркестру, и оркестр ему, ну, тут уж как бы хочешь не хочешь, а нужно там постучать смычком, поаплодировать и прочее, прочее. И он просто купается вот в этом. И представьте ситуацию, дирижер такой приходит на какой-нибудь суперответственный гала-концерт. Сука, палочку забыл. Что делать? О, а у меня же тагидаут с собой на кармане. Раз, и начинает дирижировать. И все видно, кстати говоря, такой маячок даже в темноте не пропустишь. Классный нож. Бенчи, молодцы. CLA, не снялся предохранители. CLA, жди меня, красавчик. Все, спасибо за просмотр. Всего доброго, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok